Привет-привет, любимые и дорогие зрители. Зеленский подписал закон о мобилизации. Особенно подчеркиваю для особо одаренных. Зеленский подписал. То есть, это его воля. Он мог и не подписать. Ну, чтобы вы понимали, к чему это все идет и от кого исходит. Чтобы не было всяких там розовых очков и каких-то там еще пони, которые бегают и так далее. То есть, Зеленский подписал. Запомните это для себя. Соответственно, друзья, будем разбираться полностью сейчас в этом законе. Что я могу заметить? Что текст закона проекта, уже закона фактически, поскольку он его подписал, есть на моем сайте. Кто еще не ознакомился, там есть возможность и скачать, и почитать его. Ссылочку на мой сайт оставлю в описании к этому видеоролику. Перейдите и, если кому-то надо, можете сохранить себя и почитать. Потому что там есть действительно те моменты, может, которые я не смогу вам рассказать. Потому что он действительно является уж очень, будем говорить честно, объемным. Ну, давайте начнем. Кодекс административного судочинства Украины. Статья 283 с изначком 2. Особливости проведения в справах, запознанными заявами ТЦК до громадян Украины в приводу темчасового обмежения громадян Украины в праве керувания транспортных засобов подчас мобилизации. Будем говорить, это уже новшество. Потому что ранее такого не было. Соответственно, все те люди, которые не являлись и не являются в центре комплектования, по простой и, понятно, естественно, любому нормальному человеку причине, их имеют право ограничить в управлении транспортным средством. Соответственно, есть определенное производство. Открывается у человека каждого возможность увидеть и почувствовать, наконец-то, что такое украинская судебная система. Честно, хочу сказать, как адвокат, вам не понравится. Сразу хочу заметить, гражданам там относятся вот так, а вот этих всяких там госслужащих и прочих тому подобных возвышают. Немножко отклонившись, хочу заметить, судям отдельно прописали бронь. То есть, решения будут, я думаю, такие справедливые, как у них это обычно в админсуде всегда все это происходит. То есть, вот это вот новшество. Единственное, какое фактически может быть ограничение, я хочу это особо подчеркнуть, это то, что нельзя будет управлять, транспортным средствам. Каких-либо еще ограничений, кроме консульских услуг, но мы до них дойдем позже, не предвидится. То есть, там что-то лишали там счетов, лишали недвижимости, арестовывали все на свете, забирали последние штаны и трусы. Этого пока что не будет. Ну, понятно, ничего не мешает завтра принять новое какое-то дополнение к этому закону, новый закон. И Зеленский, конечно, с радостью, как мы понимаем, все это подпишет. Интереснейшая вещь появляется – военно-транспортная обязанность. Как мы видим, права у нас никаких нет, поэтому в законе есть только обязанности и огромный долг. И, соответственно, в рамках этих обязанностей и огромного долга у человека смогут забирать транспортное средство. То есть, как говорится, все вот это о том, что написано в Конституции, о право собственности, о всем прочем, этим всем подтерлись, как мы понимаем, в очередной раз. И, конечно же, на это забьют. Ну, соответственно, там есть такое вот изъяснение. Не могу это слово культурное здесь какое-то подобрать. А вот наших депутатов, они говорят, что это все будет происходить в рамках того, что если есть две машины, будут забирать только одну. Это абсолютно абсурдно. После таких решений, ну, первые депутаты, которые голосовали за такие решения, мали бы сдать свои позашлевки, потому что они же все позашлевки. Видите, мы отдаем. После того, как они покажут свой приклад, только потом они имеют моральное право про что говорить. Lead by example. Я очень сомневаюсь, что сейчас станет черга всех этих... У нас есть в государственных органах позашлевки, так же, от великих до маленьких уровней. Дальше, мы говорим, что вот хай начнут с собой. Вот працюют тогда, когда ты показал пример, тогда общество включится. Но, на жаль, у нас працуют подвольные стандарты, и именно поэтому оно не будет работать. Первое, оно не к чему с точки зрения права, и потом все будут возиваться до суду. А потом будет компенсировать вартуность, потому что они обязаны компенсировать вартуность. А это створяет момент для дискретных решений, визначение, что является важным, что не важным для жизни, а значит, тогда возможность для ТЦК займаться коррупцией, визначая, что нужно забирать, что не нужно забирать. А возможность забирать, например, для потреб, чтобы представники ТЦК ездили на этих автомобилях, а не для воинковых реальных потреб. Зодерживаний много, зона для коррупции величезна, с точки зрения анализа коррупционных рисков, справедливость повна, правовой статус никчемный. Идея такая замечательная. Конечно, было бы неплохо, чтобы депутаты начали с себя и добровольно, понятно, сдали свои транспортные средства, и еще желательно своей зарплатой поделились бы на вооруженные силы Украины. А то так ходят, там рвут рубашку на груди, и мы тут все вышиванки, бьют себя в грудь, кричат на украинском ове что-то. А когда дело доходит, так все вкусные, все же ухулянты, все депутаты, они являются ухулянтами по большому счету. Никто из них не служит, и родственники их не служат в вооруженных силах Украины. Громадяны забавязаны на даты в установленном порядке, печат мобилизации, будивли, споруды, транспортные засоби, та иншимайно. То есть, если военным понравится и понадобится, к примеру, ваша квартира, ваша машина, ваш дом, ваше последнее жилье, то они могут, конечно, этим правом, как я понимаю, согласно этого закона, воспользоваться. Громадяны, которые пребывают на військовом облике, в добровольном порядке рееструют свой электронный кабинет призывника, військовозобовязанного и резервиста. Как вы видите, пока что электронный кабинет является добровольным. Подчас мобилизации граждане обязаны появиться протягом 60 дней дня набрания чинности указом президента про оголошение мобилизации, затверджение Верховной Рады Украины, обязаны уточнить свои персональные данные. То есть, все должны явиться и уточнить свои персональные данные. Вот мне интересно, мой друг очень правильно заметил, что откуда вообще такая необходимость куда-то являться? Нам уже в течение двух лет, а до этого и раньше об этом рассказывали, что есть какой-то и будет мега-реестр, где будет вся мега-информация обо всем на свете. Где ты крестился, где женился, кто твои родственники и тому подобное. То есть, зачем это делать, если они и так это могут сами себе там что-то с чем-то сопоставить? То есть, можно сделать вывод, что без вас, без того, что вы это явитесь и сделаете, никакой информации у них на сегодняшний день о людях нет. Під час вручения повестки представники ТЦК нового гражданина, которому вручают повестку, обязаны отдать свои прозвища, имя, по-батькам и посаду, а также предъявить службовое посвящение. Тут, конечно, больше вопросов, чем ответов. Предъявить служебное удостоверение. У них что есть служебное удостоверение? Нету. Ну, там представиться, то такое ладно, можно, говорится, представить. Все это, как говорится, написано у нас абы как, как говорится, побыстрее, чтобы, наверное, может быть, помощь какую-то дали из-за границы. Потому что это не как этот закон, я повторяю, мой мысль не повлияет положительно на мобилизацию. После всего того, что было совершено в отношении граждан Украины и нашей властью, я не знаю, что, честно, сейчас должно произойти, чтобы люди добровольно пошли в эти ТЦК и начали что-то там обновлять, сверять, либо еще, даже страшно представить, идти служить в вооруженные силы добровольно, без того, чтобы у нас происходило то, что мы каждый день видим, что происходит. У привод проведения мобилизации в 18 до 60 забавляданной мати при собе військово-обликовые документы, то на вымогу представника ТЦК, полиции и прокордонников предъявить. То есть эта норма, она внесена в закон, потому что раньше ее не было, что человек должен иметь при себе соответствующий документ, потому что, насколько он там является военнообязанным, и, кроме того, естественно, документы, подтверждающие личность. Ну, в тот же момент я смею подчеркнуть, как юрист, что ответственности какой-то за то, что вы их с собой не носите, данным законом, либо другими какими-то законами, не предусмотрено. Печас проверки документов, по-вновашей непредставленной ТЦК, маять право фото-видеофиксацию процессу. То есть эту норму по поводу того, что рассказывают, что будут записывать, как что происходит. Я, конечно, хочу, чтобы они в Одессе особенно записывали, как у нас происходит, как тетушки работают вместе с ТЦК, как это все происходит, чтобы были в дальнейшем доказательства их преступления, чтобы эти записи они сохраняли и желательно не удаляли. Заходы вплыву. Что это за заходы вплыву? Что это такое? Тут вопрос в том, что человеку пытаются вручить повестку. Это не получается сделать. Независимо от того, он находится, он там по месту жительства или выехал в Канаду раз и навсегда, они попытались это сделать, отправили. Прошло, что там не получилось вручить какие-то отметки, отказы, через почту это все проделали. После этого ТЦК может обращаться в полицию и полицейские имеют право задерживать человека. Дается им такое право. Если после того, как там полицейские пошоркаются, человека не найдут, например, в той же Канаде он остается, то имеют право уже действовать по той схеме, которую я рассказывал в начале данного видео, обращаться с исковым заявлением в суд, чтобы человека ограничить в праве управления транспортным средством. Если человек все-таки явится или как-то там может за деньги что-то порешает, ведь это все сделано, чтобы в военкомате могли нормально уже наконец-то поднять бабла. За последнее время они, как-то, наверное, я так понимаю, чуть поиздержались, уже волна спала, те, кто выехали, те, кто откупились, и по второму разу все должно будет заново это сейчас прокрутиться, чтобы они уже могли побольше денег себе сбить с людей. И, соответственно, если человек такой неконтактный, не идет на вот эти все взяточные схемы, то понятно, что его запретят управлять транспортным средством. Еще речь на протягом сичной березня борются на облик Ромодиана и Украина человечею статьи, який у них взятя на облик выполнил 17 сроков. То есть решили полностью этот вопрос, раз она всегда в этом законе, с 17 лет люди берутся на учет. С 16 не надо, когда исполнилось 17. С января по март это происходит. Очередное такое шокирующее для всех новшество это строки войсковой службы. Пять час дии военного стану до трех месяцев, в яких не меньше одного месяца здесь нельзя базово-загальнопедготовка, до двух месяцев фахово-педготовка. О чем здесь речь, дорогие друзья, что это я имею в виду? То есть срочной службы у нас не будет, вот эта, которая была ранее, на которой единственная бедняги с военкомата не могли денег заработать, взять взятку. А сейчас происходит, какая ситуация с этой всей службой, что, к сожалению, она возвращается. Но под видом, будем говорить, какой-то военной подготовки, они это так назвали. Еще я помню, Резник, когда он там рулил, был у руля, он это все, будем говорить честно, поднимал это, рассказывал, и говорил, что надо бы убрать эту службу и сделать эту военную подготовку. То есть человек, вне зависимости от возраста, с 18 лет, если он где-то учится, должен пройти эту военную подготовку. Если он ее прошел, то он считается кем, ну, может и дальше себе додумать. Естественно, военно обязанным. В умовах военного стану оформление паспорта громадянина Украины за кордоном. Для громадян от 18 до 60-ти роков здействуется за умов наявности у вказанных осіб військово-обликовых документов. Действительность документов проявляется працівникам відповідного підрозділа. То есть на прощання самое, как говорится, интересное осталось по поводу документов. Фактически, эту репрессивную, антиконституционную, антинародную в норму оставили по поводу того, что граждане Украины, независимость и ничего, как говорится, за границей должны где-то замутить себе этот військово-обликовый документ, чтобы его замутить, будем говорить так, надо, наверное, съездить назад в Украину. Я на самом деле не верю, что найдется хоть один человек, кто это сделает. То есть это делается норму, просто чтобы нагадить тем людям, будем говорить честно, чтобы, которые выехали, их не хотят идти их защищать на войну. То есть люди выехали для себя, свое решение приняли, выбрали самое ценное, что у нас есть по всем законам и по конституции, свою жизнь, это их выбор. Никто их за это осуждать, я считаю, не имеет права. Но в тот же момент нам навязывается такая концепция в обществе, что люди, почему-то вот эти ухылянты, президент наш говорит про ухылянтов, еще кто-то там, все они говорят, что это прям какая-то такая беда, и на самом деле я считаю, что эту тему вообще не надо поднимать в обществе и на каком-либо уровне вообще ее муссировать. Потому что на самом деле это все ни к чему, не надо, как кто-то правильно говорил, выносить ссор из-за избы. На самом деле это наши внутренние проблемы нашего государства, и только лишь Российская Федерация может этим воспользоваться и по своим этим передачам бесконечным показывать, какая у нас ситуация, что люди не хотят действительно идти защищать свою родину. Вот такая вот ситуация у нас с мотивацией. То есть, это просто норма сделана против тех граждан Украины, которые выехали за границу, просто по-человечески говорят, никакие, просто шеф-вам нагадить. Ну, вот я единственное, какое здесь вижу в этом смысл. Потому что это никак, ни в коей мере и степени не повлияет на то, чтобы люди вернулись назад на родину. Я не могу представить такой себе страны, которая бы на самом деле что-то подобное сделала. То есть, про НАТО, про ЕС нам стоит забыть раз и навсегда, и даже не надо это вспоминать, потому что ни наша власть нынешняя, ни Зеленский, никто не давал нам гражданство из них, гражданство нам большинство из нас дано по рождению на территории Украины. И, соответственно, лишать фактически паспортов, лишать гражданства, я думаю, что никакого не конституционного, ни по закону, ни тем более морального права никто из них не имеет. Вот такое вот мнение мое личное по данному вопросу. Также я хочу заметить одну очень важную вещь, что я специально не рассказывал о том, кому там положена отсрочка, потому что там очень все сильно изменили, переменили и так далее. Это тема, честно скажу, для отдельного видеоролика, который выйдет в ближайшее время, потому что это видео и так очень сильно, я думаю, затянется из-за вот этих вот всех обсуждений. Также еще я хочу заметить от себя лично, что был у нашей власти до момента принятия и подписания этого закона ядерный электорат, такой настоящий. 3-4% я примерно представлял, что у нас такие есть люди. Я лично, у меня в моем окружении, моих друзей, знакомых, еще кого-то там, таких людей, конечно, не было, но я представлял где-то такую поддержку реально. Я думаю, после этого даже люди, которые далеко находятся, когда им передали привет с родины через вот эти вот паспорта, то я думаю, все эти люди, которые уже, как говорится, это, себе подумали и прикинули, сделали свои выводы и рейтинг ушел, я думаю, уже в минус у нашей власти. Единственное, что я тут могу от себя заметить. На этом, дорогие друзья, я думаю, попрощаюсь с вами, хочу подчеркнуть, что основные там репрессивные нормы по поводу лишения там вот этих карточек, там арестов полных имуществ, увеличения штрафов в этом законе не рассматривались и не принимались. Так что, друзья, это вы для себя учтите и понимайте. Хотелось бы поговорить про такую проблему захватных регионов еще как ТЦК и как людей просто в бусики завалюют. Что вы можете сказать с этого привода? Ну, по-перше, это вырвано из контекста видео. Это не так. Поодинокие какие-то факты, которые потом российское ПСО размухирует, это направлено для того, чтобы взорвать наш призыв. Нагадую, где она? И если мы независимая, соборная, европейская держава, как мы всем говорим у света, что мы защищаем демократию, ну, страну нужно защищать. У всех державах есть свой призыв соответственно до норм закону. Все. Сегодня функция ТЦК это только поставить на облик людей. Вот я занимаюсь сегодня, мы даже ТСК сделали в парламенте щодо проверки деятельности ТЦК. Ну, пока у меня нема фактов, кроме тех, которых мы бачим в засобах массовой информации, до порушений. Ну, фактов нема. Розмовы есть, да, много в видео есть, но когда мы проверяем, это не так. А поверьте мне, если я вижу факты, мы начинаем працювать. Закатываем рукави и працюем, чтобы защитить простых людей. Но и где вина? Вина. Вот и все. Тому, еще раз наголошу, это российская стратегия для того, чтобы разобрать призыв. Вот такая моя позиция. И так у нас працювало. Первые главы ТЦК все звольнені. Незважаючи навіть на то, что они очень профессионные, очень сильные люди. С фаховым досвидом. Фаховцы своей справы, но их сейчас больше нема. Всех звольнили, навіть не розбираючи. Чим самым причинили зупинку щодо призыву в Украине під час війни.